Всем привет! Мы на выставке «Акватерм» и сегодня будем смотреть на вещи, которые делают прохладно и делают тепло и уютно. С вами XBT.com. Поехали! Начнем с совсем новой модели, про которую мы еще не говорили, и она только-только появилась. Это приточка, точнее, приточный очиститель воздуха «Болю». Эти штуки сейчас довольно популярны, потому что люди внезапно поняли, что если открыть окошко, чтобы появился чистый воздух в квартире, то вся квартира покрывается пылью. Эта вещь от такой беды спасает, потому что в ней есть фильтр. Эта новая модель, она не совсем старшая и не совсем младшая, но вот такая вот компактная штука прокачивает через себя 120 кубов воздуха в час. А вот та модель, про которую мы уже рассказывали, прокачивает через себя 80 кубометров, и по размеру она примерно такая же. Фильтры, их две штуки, вот такой вот фильтр грубой очистки, он не позволяет через вентиляционный канал попасть внутрь квартиры, внутрь очистителя, всякому крупному мусору. Это могут быть перья, птицы, листья сухие, всякое такое. Дальше воздух идет через фильтр. В комплекте идет HEPA-фильтр, но опционально можно купить, поставить комбинированный фильтр HEPA и угольный фильтр. Можно поставить нагревательный элемент, конечно, внутри. Он нужен, чтобы зимой входящий воздух нагревался и дом не становилось холодно. В нашем климате, мне кажется, это вещь необходимая. И еще сюда можно опционально добавить датчик углекислого газа. Опять-таки, эта штука становится намного умнее и намного полезнее, если она может чувствовать, насколько душно в квартире, и, исходя из этого, регулирует скорость притока. Здесь стоит инвертор, поэтому этот чиститель может плавно менять свою производительность. В ночном, самом тихом, спокойном режиме обещают шумность на уровне 19 дБ. Но кроме того, что он может быть очень тихим, он может производить звук. Здесь необычная для приточных отчистителей фишка есть. В нем стоит динамик. И он нужен не только для того, чтобы аккуратно пикать при включении или выключении, но и для того, чтобы воспроизводить мелодии. Да, сюда добавили мелодии. Он может издавать звуки костра, наверное, дождя, моря, ветра. Вот таких успокаивающих вещей. Ну и, как все умные приборы, этот управляется через Wi-Fi, через приложение HomeIn. Там можно задавать все параметры, устанавливать расписание. Плюс этим приточным отчистителем можно управлять через, например, Алису. По монтажу все примерно как у всех приточных отчистителей. И нужно вот такое примерно отверстие, которое не надо ни с кем согласовывать. Но вот эту модель можно монтировать либо вот так вот вертикально, либо горизонтально. Ну и в последних он красивый. Почти весь корпус покрыт вот таким тряпичным кожухом. Правда, он не снимается, а вот у следующего устройства, про которое сейчас расскажу, он снимается. Погнали! А вот у этих сплит-систем БАЛЮ, которые называются БОХА, кожух снимается. Вот такая вот тряпочка, точнее, на пластиковой основе. Легко снимается, легко ставится. Удобно, наверное, стирается. Сам кондиционер стоит примерно 56 тысяч рублей, а тряпочка, ну, если можно ее так называть, стоит 8 тысяч рублей. Вот здесь вот можно заказать кожух любого цвета. Изготовление занимает 3-4 недели, стоит 8 тысяч. Какой-то запас, говорят, есть на складе. То есть, может быть, если с цветом повезет, с ходовым его привезут быстрее. Сам кондиционер с технической точки зрения тоже неплох. У него класс энергоэффективности А3+. Есть ионизация, и очень приятная фишка – это поворот жалюзи на 180 градусов. Это значит, что поток воздуха можно направить и вниз, вертикально в пол. Можно направить его в потолок, ну, потому что всегда, летом, кому-то жарко, а кому-то дует. Вот в потолке, наверное, никого не будет, никому не будет дуть. Ну, и есть внутренние направляющие для потока, они тоже независимы от этой части. Ну, и эта модель инверторная, со всеми вытекающими плюсами. То есть, она работает именно с той мощностью, которая нужна. Стоит Болю Боха примерно 56 тысяч рублей за среднюю модификацию. Есть версии помощнее и подороже, и послабее и подешевле. Это следующая модель, называется Болю Ice Peak. И больше всего ее, наверное, будут любить монтажники, потому что здесь очень много придумано специально для них. Здесь монтажная пластина сразу с уровнем. Здесь конструкция, которая собирается как конструктор из маленьких кусочков и легко разбирается. Ее легко монтируют прямо под потолок. И здесь даже, чтобы обслужить кондиционер, не нужно его вскрывать. Фильтры, они прямо вот сверху на магнитиках. Так что, если в компании, которая продает и монтирует кондиционер и предлагает именно его, возможно, у них свой интерес в плане удобства. Но и для пользователей, на самом деле, здесь тоже много фишек, но они кардинально другие, нежели в предыдущей модели. Здесь, например, есть датчик присутствия. Если никого в квартире нету, то кондиционер приходит в эко-режим, ну, то есть в режим очень слабенькой мощности. И он адаптирован для работы в нашем непростом морозном климате. Здесь есть подогрев поддона и картера, поэтому на обогрев он может работать даже при минус 20 градусах. Обычно это минус 10, минус 15 максимум. Ещё одна примечательная модель здесь – это Balu Discovery. Сама Balu говорит, что это инверторный кондиционер по цене обычного. Стоит он 27 тысяч рублей, управляется по Wi-Fi, имеет режим обогрева, как и все эти модели, Wi-Fi тоже. Ну и у него 7 уровней мощности, обычно всё-таки поменьше, например, 4. Вот, кстати, здесь же встретили стенд Toshiba или Toshiba. Всё с теми же сплит-системами Haori. Их видели и на предыдущей AquaTherm и снимали, кстати, отдельное видео. Ссылка будет в описании. Кроме технических фишек, у них интересная особенность – вот такие вот съёмные кожухи. Красивые, разноцветные, некуда деваться. Вот эта штука про тепло – это топовый водонагреватель Balu. Похожая модель была несколько лет назад в России. Её довольно быстро распродали. Теперь приехала модернизированная, улучшенная. Главное отличие – это сухие тены, а это значит долговечность, отсутствие накипи и всего такого. Короче, он дольше работает. Бак из нержавейки, теперь здесь лазерная сварка и есть управление по Wi-Fi через приложение HomeIn. Вообще этот прибор называется Smart Wi-Fi Dry Plus. Немножечко по-немецки как будто. Я сказал, кажется, приехала. На самом деле, ниоткуда она не приезжала. Эти водонагреватели делают в России. Ну и последняя, наверное, примечательная фишка этого водонагревателя – то, что его можно повернуть вот так. Точнее, не повернуть, его можно смонтировать либо горизонтально, либо вертикально, смотря сколько и какое место есть в помещении. А вот это гибридный прибор, называется Electrolux Crystal Air. Это два устройства в одном. Здесь находится приточный очиститель воздуха, а это кондиционер, ну, в общем, как и похоже. Сюда воздух поступает из внешнего канала, проходит через фильтр, который спрятан вот здесь, и выходит вот здесь под грибочком, направляется в эту часть, и здесь засасывается кондиционером. То есть, в принципе, они работают не последовательно, а параллельно, но большая часть притянутого с улицы воздуха попадает сразу в кондиционер и охлаждается. Здесь, естественно, поскольку это приточный очиститель воздуха, стоит фильтр, это HEPA H11 очищается от большей части пыли. Производительность приточки не очень большая, 60 кубических метров в час. По меркам приточек это мало, но этого хватает на двоих человек в помещении. В кондиционерной части интересно то, что на обогрев это устройство работает при температуре на улице даже минус 20 градусов. Здесь есть ультрафиолетовое обеззараживание теплообменников, и обещают очень низкий уровень шума, 18 дБ, ну, очевидно, в самом слабом режиме. Ну и стоит это вдвойне полезная красота, 54 тысячи рублей. Хлопнул, да? Еще из новенького у Electrolux регуляторы теплого пола. Один механический с таким вот колесом и два умных электронных с настройкой с точностью до 0,1 градуса. Опять-таки два варианта. Одно с колесом, другой вариант с сенсорными кнопками. Это вопрос удобства, кому что нравится. У этого варианта нет экрана, так что не совсем понятно, какая именно температура выставлена. Придется соотносить максимум и минимум с показаниями этого, назовем его так, циферблата. Здесь есть экранчики, они показывают цифры, плюс умные модели можно настроить под конкретное наполенное покрытие, так что терморегулятор будет знать, выше какой температуры нельзя нагревать пол. Для всех трех моделей есть три цветовых варианта, черный, белый, серебристый, и три типа рамки. Просто рамочка, либо рамочка, в которую можно поместить, что выключать или розетку. Умные варианты управляются по Wi-Fi через приложение HomeIn. В нем можно задать параметры температуры, можно задать расписание, и можно посмотреть траты электроэнергии, например, за месяц. Они тоненькие, толщина сантиметр, покрытие глянцевое. Что еще из мелочей, можно отключить экраны, соответственно, светодиоды здесь, чтобы ночи не мешали, и есть защита от детей, чтобы они не включили, например, слишком высокую температуру и вообще не лезли сюда. Мы уже несколько раз рассказывали в видео про конвекторы Apollo Transformer, а сейчас нашли здесь новую модель, работающую по другому принципу, это Apollo Infrared. Он основную часть тепла отдает через инфракрасное излучение 80%, а 20% все тем же конвективным методом, потому что через него воздух тоже проходит. Внутри стоит никелевая пластина на всю площадь корпуса, покрытая слюдой, и такое сочетание материалов позволяет наиболее эффективно излучать инфракрасные волны и передавать тепло. Производитель упоминает, что такой механизм, такой физический принцип позволяет не сушить воздух, но стоит сказать это другими словами. Этот обогреватель нагревает предметы вокруг, в первую очередь, а не воздух. Так что воздух не так сильно нагревается, и у него не так сильно понижается относительная влажность. Вот что имелось в виду. Короче говоря, рядом с ним будет тепло, рядом с ним диван нагреется, а воздух будет нагреваться постепенно, все-таки упор на предметы и людей. Как и в конвекторах Apollo Transformer, здесь используются головы, есть три типа голов, и сейчас появились как раз новые модели, новые поколения. Самая простая механическая модель не поменялась, у нее все та же крутилка-колесико, с некоторой неопределенностью о том, какая именно температура выставлена, изменились версии Electronic и Digital Inverter. У них теперь немного другие экраны, которые не выделяются из цвета корпуса, плюс у версии Electronic появился встроенный Wi-Fi, соответственно, ими обеими можно управлять через Wi-Fi, через приложение HomeIn. Ну, а Digital Inverter — это топ, он отличается тем, что плавно меняет мощность, и за счет этого немного экономит энергию. А у Royal Thermo, как обычно, много-много разных радиаторов, конвекторов, и вот здесь посмотрим на систему управления. На ту штуку сможешь перевестись? Кайф! У Royal Thermo, как всегда, куча разных радиаторов, конвекторов, и вот сейчас посмотрим на систему управления конвекторами, внутрипольными, называется Easy Connect, вся система, и термостаты Smart Control Pro. Версия Control Pro означает, что ими можно управлять конвекторами, которые включают в себя не только сервопривод, который пускает воду или перекрывает, но и вентиляторы. К одному термостату можно подключить сразу несколько внутрипольных конвекторов, управляется он через Wi-Fi, ну или руками, вот через колесико. Есть три дизайна, белый, серый, черный, все довольно красиво, управляется через приложение HomeIn, как, кажется, и все умные приборы, про которые мы сегодня рассказываем. Можно управлять из любой точки планеты, есть расписание, есть разные режимы, все в телефоне. Ну и важная деталь, которая будет понятна проектировщикам таких систем, в каждом конвекторе стоит коробочка, которая называется Intel Box, она избавляет от необходимости на этапе проектирования рассчитывать точно во всех деталях параметры каждого конвектора, плюс это позволяет соединять такие внутрипольные конвекторы последовательно. Такие умные новинки для нагрева воздуха, охлаждения воздуха и нагрева воды мы нашли здесь, на выставке AquaTerm 2023. С вами был AgriPT.com, пока! Субтитры создавал DimaTorzok